В таком состоянии дом по улице Коля-Миготина находился долгое время. Жильцы не раз обращались в различные инстанции с просьбами о помощи, но результата не было. А проблем здесь действительно много, начиная от трещин по фундаменту здания, заканчивая крышей. Так потолок в квартире Надежды Соловьевой обваливался не один раз. Директор департамента ЖКХ и строительства городской администрации Андрей Жижин подтвердил, что дом является аварийным и включен в программу переселения жильцов из ветхого жилья. Данный дом находится в программе 2015 года. На сегодняшний день уже начато строительство многоквартирных домов, в которые будут переселены жители этого дома. На сегодняшний день то чердачное перекрытие, которое в аварийном состоянии было, оно разобрано, заменено, подшито снизу ДВП, сверху уложен утеплитель для того, чтобы жительница и этой квартиры могла дождаться того момента, когда получат ключи от новой квартиры. Что касается дома по улице Добролюбова в микрорайоне Рябково, здесь проблема остается до конца не решена. По словам жильцов, подвал и огород до сих пор затоплены. Водный союз два раза выезжал на место, производилась откачка воды, но сразу же после этого ситуация повторялась. Жильцы утверждают, что проблема подтопления не связана с проливными дождями, а виной всему строительство многоквартирных домов неподалеку от частного сектора. Как только мы получили жалобу о том, что начало топить, мы начали разбираться, что возможно застройщик где-то ее засыпал и так далее. На сегодняшний день озадачили застройщиков, там у нас их два застройщика, о необходимости проектирования и прокладки системы водоотведения, чтобы вот те объекты, которые будут построены, они не сказались негативно на индивидуальную жилую застройку в части возможного их дальнейшем подтопления. Андрей Жижин пообещал в максимально короткие сроки разобраться в ситуации. По его словам, проблему поручено устранить профильным специалистам. Александр Мироненко, Илья Урванцев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курган.ру.